Мы посмотрели сегодня очередной этап работы нашей команды. Это команда нашего НТЦ, которая занимается автономным движением и работа с нашим партнером Казанским федеральным университетом. Вчернение хорошее, то есть все работы идут по плану. Это будет первый шаг использования автономного движения в реальной жизни, чтобы можно двигаться уже к монетизации этих технологий. Передний фронт данного автомобиля 43083 для обеспечения автономного движения оснащен двумя лидарами, которые позволяют нам обеспечить видимость на дороге порядка 180 градусов по переднему фронту. Также представлен радар дальнего действия, который работает вплоть до 100-150 метров, позволяет нам сдетектировать и найти автомобиль или любое транспортное средство, движущийся объект на дорожном полотне. Также, как мы можем видеть, представлена стереопара для обеспечения функции машинного зрения, которая позволяет нам сдетектировать людей, знаки, дорожную разметку. Одна из основных задач обеспечения именно безопасной ситуации в случае экстренных, так называемых, когда пешеход выбегает на дорогу, независимо, какая это зона, пешеходная или просто дорожное полотно. Мы обязательно контролируем все эти ситуации и отрабатываем их. Испытания, которые мы проводим на полигонах, в первую очередь связаны с обеспечением безопасности и проявлением нештатных ситуаций, как машина должна реагировать на них. Еще одной особенностью нашей сенсорики является то, что мы не зависим от разметки, мы не зависим от дорожного полотна. Мы можем, в принципе, двигаться вне дорожных условий. Соответствующие испытания на низкоскоростном режиме мы уже проходили. Нам потребовалось с нуля создать систему, которая будет управлять всеми компонентами автомобиля, такими как коробка, руль, тормозная система. И для этого потребовалось больше всего времени. Потому что подружить автомобиль именно с периферией другой – это самая большая проблема. Далее проблема заключалась в том, что подобрать нужную сенсорику. На ней, вы как можете посмотреть, многочисленная сенсорика установлена. Это позволяет нам как раз протестировать все и понять, что лучше, что хуже для следующих проектов. Функции у этого автомобиля немного побольше за счет того, что здесь используются нейронные сети плюс построение виртуальных коридоров. То есть мы можем двигаться не просто по навигации, а также по разметке. Мы были готовы к тому, что диспетчерский пункт может быть буквально в полевых условиях. Как мы покажем и продемонстрируем вам сегодня, мы можем развернуться буквально в поле. Дайте нам одну розетку и все готово. Мы реализовали именно автоматизированное рабочее место под это, чтобы оператор сидел и контролировал всю ситуацию во время движения транспортного средства. Мы планируем перевозку кабины СПРЗ на автозавод. Часть перевозок использует автономное движение и отработает их технологию потом, чтобы могли расширить и применять более широко. Дорогу общего пользования мы видим поэтапное развитие. Все же это больше на сегодня и в правом поле реально это помощники водителей, интеллектуальные системы, аварийные торможения, держание полосы. И, в общем-то, помочь в определенных условиях это может даже на себя некоторые действия брать. Но целостную ответственность пока ведет человек. И это как бы в правом поле реализуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что мы даже сделаем первого-второго уровня автономности, это радикально меняет безопасность, эффективность. То есть, ну, мы понимаем, да, водитель устал, недомогает, автомобиль немножко поможет защитить и в каких-то других, где не хватает реакции водителя, он может, если мы это алгоритм дадим, остановиться или не уйти с полосы, если человек отвлекся. Это большая ответственность и это большой вклад в общество. Вы знаете, сколько людей у нас гибнет на дорогах. При внедрении даже вот второго уровня автономности, я уверен, этот вопрос идет на порядок. Мы снизим, если большинство автомобилей так будет двигаться, то, я уверен, мы забудем те страшные аварии. Конечно, их исключить нельзя, но существенно уменьшим. Вот эта безалаберность, где вот это у людей возникает, не обученность, где-то это будет помогать частично. Наши дорожники сами иницируют такие вопросы, уже готовятся к беспилотным движениям и об умных дорогах. Но вот эта даже демонстрационная поездка показала, что идем в правильном направлении, и динамика развития наших алгоритмов, и такое научение в хорошем направлении, это уже сегодня работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова